Привет, друзья! С вами Мисс Честа! И сегодня меня пригласили провести мастер-класс, даже вам, в кафе Чердак в Харькове. Прикольное место, интересная атмосфера, связанными свитерками на чашках, пледиками и очень вкусными блинчиками. Так что, если будете в Харькове заглядывать... Привет, дружочек! Привет! Да! Красивый какой! Какой красивый! У вас есть возможность попасть в мой блог. Собственно, уже все начинается, вам не стоит бояться. Нужно брать красочку и закрашивать. Как вы думаете, какую мы возьмем первую? Синюю! Да, мы начнем работать сверху вниз и закрашивать постепенно синий. Ну, вы все же в тюрьме? Да! В живописи очень важно, чтобы это был не односложный такой цвет, не одинаковый везде. А чтобы были мазочки разные. Так картина смотрится, во-первых, живее, во-вторых, красивее и взгляду, и тебе интересно наблюдать. Вообще, кто художник, кто дурак. Ты просто больше нескольких слов увидишь. Привет! И помните, что вы всегда можете докрасить черным и белите Казимира Малерьевича. Нам не дают черный. А если смешать все цвета? Потому что Казимир Малерьевич один! Поставляем антрит. Можешь нам немножко черного добавить. Казимир Малерьевич, да. Очень классно все получается. Судаты шоу. Всех такое небо. Остановись. Красиво. Нет. Вот, кстати, это самая распространенная и большая ошибка художников, когда начинает... Ну, вот этот вот приступ перфекционизма, знаете, когда вот кажется, что нет, вот что-то тут еще недостаточно. И, как правило, в этот момент начинают все вот вылизывать, тебе вот вблизи кажется, что нет, вот-вот-вот. А потом отходишь и думаешь, что ну, зачем я трогала? Это было же так все хорошо. Всегда нужно вовремя остановиться. Даже если вы что-то испортили, знайте, можно купить у меня картину. Молодец. Ну шо, все уже закрасили все розовым. Все, что нужно. Да, может, даже все, что не нужно закрасить. Все, что нужно. Дальше переходим. Берем розовый. Ну, это хорошо. Это красиво. Это красиво. Это красиво. Вам это нравится. Давай сейчас прям как втереть. Не, вот не слушайте, вот втирать не надо. Вот и нафтилаю, да? Ладно. Чтобы был вкусный мазок такой, лучше делать, вот, и втирая, знаешь. Такое своеобразное арт-фитнес. Совмещаем приятное с полезным. Подсушиваем наши картины. Поклонились богам искусство, чтобы дальше все получилось так же хорошо. В домашних условиях можно использовать пе. Да, сейчас мы берем самую маленькую кисточку для ресничек и начнем контуры. Наверное, такие небольшие, легкие контуры мы наметим, где у нас находится сама лампочка, где будут детки. Вы не бойтесь сейчас намечать неправильно. Мы как бы соединяем плавно точки. То есть мы распределяем свой страх по кусочкам. И так будет не так страшно. Глаза боятся, а руки делают. Походу, поставлю цитаты на одно сайл. Да, походу. И дальше мы приступаем уже к силуэтам. Не бойтесь все исправлять. Потому что, ну, типа, даже самые профессиональные художники не сразу попадают туда, куда нужно попасть. Такое неприятное чувство, когда, блин, лень перерисовывать, так хуже. Я считаю, что, типа, изобретать велосипед, но, как правило, лучше ты, типа, сразу исправь, чем потом ты там наперемудришь, и будет хуже. Всегда проще сначала нарисовать рядом линию, а потом убрать ту, которую ты исправил, чем закрасишь все с нуля, и будешь с нуля рисовать. Ты тогда рискуешь сделать опять ту же самую ошибку на том же самом месте. Опять же не попасть. И тогда будет совсем обидно. Продолжение следует... Помашите все ручкой. Ох, эти глаза. Глаза хочу все исправить. Ой, глянь, как ты придумала с розовым пояском. Классно. Надо убрать. Не, не надо, правда, это такая изюминка. Срочно. Всем спасибо, девчоночки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, вот картина. Можем взять вот кисточку, вот так взять, да, и вот где уже светлая часть, вот прям провести вверх и отпустить, вот пощекотать этот волк и отпустить. И получается, и облачко получается, вот. И больше смешивайте цветов, больше разных разнообразий, а тогда картина становится интереснее. Вот, вот, глянь, какой красивый момент. Пошел. Ой, вообще, я не буду трогать больше. Есть цвет, а есть тон. Вот если вы прищурите глаза, вы просто видите тон. Прищурьте глаза и посмотрите на картину. Вы видите, что вот прям угол темный есть, хотя там куча всех-всех цветов, но по сути он идет одним таким треугольником. Цвета разные, но один тон. Потом идет полоса такая светлая и еще такой средний тон. Кому не хватает какого цвета, мы заполняем пустоты души. Бицепсы, скачаем бицепсы. Или шумы там качаем. Какие-то большие лучевые. Да? Во. Можно, конечно, делать и вы после приедем. Но это уже индивидуально. Как скрупулезно девочки прорабатывают. Такие у всех разные получились стили. О, это моя любимая. Девчонки, помашите ручкой. И мальчишки. Где ты там выглядишь? Там. Привет! Уже и ночь. Я не заметила, как потемнело. Я давно не говорила 6 часов подряд. Вот, в общем, приходите. Весело у них. Так, ссылочку на этих ребят я оставлю в описании. Естественно. Вы можете позвонить, связаться с ними. Записаться на мастер-класс. На мой или на Сашу. И вы сможете создать свою собственную картину. Даже если никогда не держали кисточку в руках. Ребята, как правило, подбирают картинку. И мы ее повторяем. Такой формат мастер-класса. Все, надеюсь, вам все понравилось. Все, пока.